В нашей стране история, к большому сожалению, вообще стала фактором не объединения, как это является во многих нациях, а фактором разъединения. У нас сколько людей, столько и мнений. Более того, сколько учебников истории, столько и мнений, столько и подходов к тому, что на самом деле происходило. Не только в новейшее время. Это понятно, советская эпоха вызывает очень большое количество разногласий, отношений к Сталину, к Великой Отечественной войне. Но и даже древние эпохи. Я недавно читал учебник истории своего сына, который готовился к единому государственному экзамену. Я пришел в ужас относительно того, что там написано. Главное, у него было четыре разных учебника, и в них четыре совершенно разные, не пересекающиеся позиции. Конечно, как еще было у Оруэлла в 1984 сказано, что кто контролирует прошлое, тот контролирует будущее. И многие люди это хорошо знают. Я думаю, что с этим надо каким-то образом заканчивать. Это важный фактор национальной собственной идентичности, это важный фактор национальной конкурентоспособности. И другие страны это понимают. И когда Япония переписывает учебник истории, как они боролись с Китаем, и что там было во время оккупации, во время Второй мировой войны, или американцы говорят о том, что это они выиграли Вторую мировую войну, это, конечно, очень серьезная проблема. Я думаю, что с немцами у нас такой проблемы нет, хотя про это очень многие говорят, но, тем не менее, комплекс вины, который есть у немцев, он очень большой. Но и это тоже нездоровая ситуация, и для этой нации в том числе. Мы должны осознать себя как единую семью народов, единую семью европейских наций, и объединяться перед лицом той культурной агрессии, которую мы ожидаем и которая сейчас идет.